Часто слышится такая фраза «Мир – иллюзия». И по большому счёту человек просто проскакивает её, хотя в ней есть и подсказка, и ключ. Когда человек находится в ночном сне, там нету такого, что вот он видит, я родился, вот я там кушаю молоко матери, вот я там начал ползать, пошёл, и потом я оказываюсь в центре каких-то событий. Он сразу оказывается в эпицентре какой-то ситуации. То есть нету вступления, нету прелюдии. И если посмотреть на этот пример, то можно чётко уловить, что… Потому что человек не знает своего рождения, он видит вокруг подтверждение этой идеи. Да, он видит похожесть, но он не внутри этого. Но что же делать, если вдруг вы стали ощущать, вы стали ответом того, что данный мир не может содержать прямого ответа, прямого выхода, той двери, где вот вы мучились, мучились, куда-то ездили, с кем-то общались, там что-то читали, изучали. Вот она, дверь нашлась, вы подошли, постучали, вам открыли, и, как говорится, добро пожаловать в счастье. Ключ и выход всегда в обратном направлении. Нужно перестать биться головой в закрытые двери, биться в территорию сна. Нужно развернуться и посмотреть, а что это такое вообще? Данная реальность или то, что называется мир-иллюзия, фактически состоит из одной субстанции, да, чистоты сна. Получается, всё, что есть в данной реальности, оно принадлежит сном, контролируется сном и сном управляется. Но если вы уже улавливаете какие-то сущностные нотки прозрения, то вы начинаете замечать, что всё далеко не так. Всё состоит из одной субстанции. Единственный есть здесь ключ и очень важный алгоритм, который нужно точно уловить с собой, а не просто подумать, представить и согласиться. Ну или не согласиться. Это то, что человек – это такая некая грань, это такое пограничное состояние. И вот здесь есть некий такой символизм. То есть всегда нужно пойти как бы назад, не так, как принято в ментале, не так, как навязывается менталом, насаждается, агитируется, потому что это специально делается, чтобы человек просто затерялся, он потерял самого себя и потерял не просто себя, а даже возможность осознать, что он себя потерял. Потому что настолько ментал его обволакивает, и он просто теряет всяческие ориентиры. У человека появляется желание найти спасение вовне, найти опору вовне, найти силу вовне себя. И чем больше он устремляет туда своё внимание, тем больше он погружается, заходит в эту частоту поиска в ментальном информационном поле, и, соответственно, поле ему это отражает. То есть многократно продуманные однородные частоты ментала, соответствующие мысли и идеи, оседают через человека. То есть это то, что когда-то я называла таким индивидуальным психодом. То есть человек несёт этот рисунок и излучение собой. И он не просто несёт собой, а он излучает вовне, и здесь хранятся все ключи и алгоритмы от здоровья, от баланса, от бытия себя настоящего. Тело, оно лишь отражает ментальный конфликт собственного подсознания и всей структуры эго-ума. Что это за структура? Это подсознание. Но вы будете знать, почему что-то случается с вами, по какой-то причине, если вы правдивы, если вы проговариваете это с собой. И вы будете знать, как с этим взаимодействовать. Тело – это уплотнённый ментал. Оно отражает всё то, что происходит с вами в течение периода вашего пребывания в данной реальности. Неведение об этом не освобождает от последствий. Поэтому не будьте наивными, что вас как-то пронесёт только потому, что вы сидите в ассане и читаете мантры. Только в этом находится ключ спасения и свободы.